Про это место знают немногие, но оно известно в кругах любителей экстрима и заброшенных зданий. Винные погреба Радоканаки – удивительное место недалеко от центра Одессы. Тут множество заброшенных и замурованных ходов, в которых еще в XIX веке хранили вино и шампанское. Но вот уже несколько десятилетий это место облюбовали бездомные. Мы находимся в знаменитых погребах завода Радоканаки. Перикол Радоканаки основал завод в 1889 году, хотя участок принадлежал уже, видимо, раньше. Первоначально на карте 1988 года здесь указан пивоваренный завод Радоканаки. Потом известно, что была еще и паровая мельница здесь же на Бугаевской улице. В 90-х годах появляется завод шампанских вин. И в 1893-1994 году, очевидно, он перемещается сюда. Погреба были построены примерно в 1870-х годах и принадлежали созданному Радоканаке товариществу виноделия. Завод славился шампанским «Эксельсиор». Но после смерти Радоканаки его бизнес начал рушиться, поэтому наследники решили предприятие продать. «Последний этап существования этого объекта связан, конечно же, с Министерством обороны. Тут мы видим, что был арсенал, который, к счастью, наверное, отсюда вывезли. К счастью, потому что мы помним эту Богдановку и другие объекты, которые взлетали на воздух». До Гражданской войны в 1917 году винные погреба продолжали действовать, но вскоре были полностью разграблены и разрушены. Похоже, что был и второй надземный уровень хранилищ. Об этом свидетельствуют остатки стены. «Больше половины всего, что здесь хранилось, было вынуто, употреблено солдаты, какие-то темные личности. Из города приезжали Гайдамаки завод охранять, ничего не получилось, все равно он был разбит. В 1918 году, видимо, он уже не сильно функционировал». Затем погреба использовали по-разному. Внутри помещений примерно одна и та же температура зимой и летом. Толщина стены иногда достигает двух метров. Потому в погребах начали хранить картофель и другое продовольствие. «Над нами вентиляционная шахта, заросшая какими-то кустами сверху. Коль скоро здесь было хранение продуктов, она нужна обязательно. И смотрите, какая хорошая тут атмосфера. У меня пара за рта идет. Мы в довольно прохладном помещении находимся. Хотя это так даже не чувствуется, да? Внутри по стенам можно понять, что тут часто случаются пожары. Это неудивительно, так как место достаточно малоизвестное и добраться сюда тяжело. Если на улице температура плюс 26, то внутри достаточно прохладно, сыро, темно и даже жутко». Пройдя немного вглубь и грибов, чего мы только не увидели. Шприцы, бутылки и сотни очищенных метных проводов. Это идеальное место для преступлений. Хранилище элитных напитков превратилось в хранилище нечистот. К счастью, история еще просматривается. «Да, это какая-то типа печь. Мы видим отверстие вытяжки в стене, вот оно уходит. Мы видим фундамент под что-то, какой-то припечек. Покрыт он плиткой уже советского времени. На самом деле очень интересно, что здесь было». Заброшенные погреба Родоканаки вполне пригодны для эксплуатации сегодня, говорят историки. Немного мистическое и мрачное место стало бы идеальной площадкой для альтернативных вечеринок молодежи. Но об этом месте, видимо, просто не знают.